Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале Звездные секреты. Ура-ура! Нас ждет интервью Кевана Кенни с Димашем Кудайбергеном, да еще и в новом формате. Мы с вами уже видели множество самых разных бесед с Димашем. Это были и первые быстрые короткие экспресс опросы. Чтобы я отдыхал почаще. Спасибо вам всем! И большие, качественно подготовленные передачи. Например, как интервью от Даны Нуржегид. Я не могу. 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 Димаш успел появиться в рейтинговых шоу «Привет, Андрей» на НТВ у Токменева. Люди центрального телевидения. Димаш, ты уже бывал у нас в гостях и мы рассказывали про, на самом деле, твой невероятный успех, про то, как сходят с ума фанаты по всему миру. И в простых утренних передачах. Честно говоря, немного волнительно. И каждому выход на сцену до сих пор для меня небольшой стресс. С каждым конкурсом ты же уже понимал, что ты вот фактически уникальный, да? Или когда пришло к тебе это осознание? Ну, я до сих пор себя не считаю уникальным. Я пою от души и занимаюсь любимым делом. А ты не должен. Каждый раз мы узнавали артиста с новой стороны. Нам все интересно. Любой штрих к его портрету. А женской части фандома приятно еще полюбоваться красивым молодым человеком. Восхититься тем, как он говорит, как озорно смущается, как мило щурит глазки. Одна простая незатейливая фраза, сказанная артистом в прямом эфире, привела фанатов в восторг. И я видел, как дядя Юра там выступал еще. Дядя Юра! Тогда в передаче «Привет, Андрей!» Димаш назвал Юрия Шатунова дядей Юрой. В этих добрых простых словах весь Димаш – воспитанный и скромный юноша. Но особо хочется отметить интервью от Армана Давлетярова. Первый раз это был серьезный, откровенный мужской разговор. Без всяких сюси-пуси. Были заданы четкие вопросы, которые часто ранее обходились стороной в других интервью. – У тебя счастливое было детство? – Очень счастливое. Отчего все предыдущие беседы казались какими-то блеклыми, с недосказанностью, беззубыми. Мы первый раз узнали от самого Димаша о его семейном статусе, о его отношении к деньгам. – Это первый твой заработок, получается, 3 доллара? – Да, получается, да. Огромное спасибо Арману за четкие вопросы. Думаю, именно благодаря авторитету Давлетярова большинство поклонников творчества певца смогли узнать именно от Димаша исчерпывающую информацию. Приятно, что певец, хоть и является публичной личностью, но смог сохранить интригу, остался скромным и закрытым в личном плане. Не зря столько времени мы ждали беседу этих двух талантливых казахов. А теперь, тадам, снова интервью. Ведь интерес к личности Димаша не угасает ни на секунду. Теперь уже с ведущим Friday Livestream MTV Кевином Кенни. Об этом вы можете сами узнать со страницы в Твиттере ведущего. Выбрана уже точная дата этого замечательного события, и зашифрована она в слове, давно известном всем диас в мире. Что это за слово? Ну, конечно же, «сун». По «Звездному секрету» расскажем, что ожидается интервью с Димашем аж на следующей неделе, поскольку на этой будет беседа Кевина с нашими хорошими знакомыми по соревнованию в Твиттере – музыкантами из SB19. Напомним, что это филиппинский бойс-бэнд из пяти человек, который дебютировал в 2018 году. И состоит из Джоша, Сен-Джуна, Стелла, Кена и Джастина. Кстати, такой порядок участия в интервью – сначала SB19, а потом Димаш очень кстати. Неизвестно, как, в каком формате будет проходить интервью с артистами, но у Димаша точно будет время подготовиться. На примере музыкантов из SB19 можно будет понять, какие вопросы ожидаются и запастись коронными домашними заготовками ответов. Почему это так важно? Да потому что беседы на MTV – это все-таки другой уровень. Тут не получится быть маминым сыночком, как в интервью с Даной Нуржигит. А Димашу нужно выглядеть мощным, креативным шоуменом, говорящим четко и прикольно. Димаш! 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 Таким нашего любимого артиста мы не раз видели в видео Крэйзи Макса. Вот, смотрю на детей, охота жениться, потом... Чуть отхожу от детей, потом мозг начинает соображать, сразу желание пропадает. В коротких сюжетах от Макса певец всегда веселый и крутой. Потому что он слишком классный человек для этого, он недостойный этого. Ааа, спасибо! Именно такого Димаша ждут на MTV. Какого цвета музыка? Какого цвета? Хамелеон. Конечно, профессионального весельчака Кевана Кенни не переговорить. Тем более на английском языке с переводчиком. Да, это и не требуется. Димашу достаточно достойно выглядеть, успеть побольше рассказать зрителям о себе и загрузить рекламной инфой западного зрителя по полной. Ведь, как мудро говорил Игорь Крутой в одном из совместных интервью с Димашем... При всем том, что в нашем жанре скромность – это путь к неизвестности, все равно все Димаш скромный парень. Так что ждем Димаша на следующей неделе в интервью с Кеваном Кенни на MTV USA. Крутым, озорным шоуменом, каким мы не раз видели его на концертах. Будет очень интересно заблаговременно познакомиться с форматом этого шоу. Ведь, согласитесь, у Кевана реально все необычно. И стиль ведения прямых эфиров, и подача, да и сам он известный приколист. Это понятно, работа такая. Надо всегда быть неповторимым и неподражаемым. Уметь удивлять, держать зрителя в тонусе. За этим и приходят на его шоу. Кеван уже показал себя хорошим парнем во всех отношениях. Он все больше и больше напоминает своего френда и настоящего Диэз. Кеван смог достойно оценить талант Димаша, послушал на повторе песни артиста сам и показал несколько раз клипы Кудайбергена. Прежде всего, это «О моя священная земля». Кеван носит правильную бейсболку с инициалами DQ. Раскроем вам звездный секрет. Любые подобные упоминания артиста в таком виде являются скрытой рекламой и стоят сумасшедших денег. Но, скорее всего, Кеван понимает значимость творчества народного артиста мира Димаша Кудайбергена и с почтением популяризирует казахского самородка по всему миру. И, конечно же, умный Кеван знает, что клип Димаша «Кайран Элим» попал в тренды Ютуба и заслуживает особого внимания. Тренды Ютуба Тренды Ютуба и присваивается очень качественным, а самое главное, невероятно популярным видео. Такие видео специально рекомендуются к просмотру, чаще выделяются в отдельном списке. Не скроем, некоторые видео с нашего канала «Звездные секреты» тоже попадали в тренды, но это было очень и очень непросто. Друзья, многие из нас принимали горячее участие в ночных голосованиях за Димаша в Твиттере и Ютубе. Тогда мы вдоволь насмотрелись видеоклипов с современной музыкой. Кому-то такая музыка нравится, но, как выяснилось, немногим. Все-таки она разительно отличается от репертуара Димаша. Точнее, выгодно выделяет Димаша на фоне других артистов. Это дает нам все основания полагать, что песни Димаша займут особое место в мировом музыкальном рейтинге. А наш любимый артист значительно пополнит армию своих поклонников по всему миру. Друзья, всем большой рахмет и отличного настроения! С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...